Приветствую вас, дорогие друзья! В PSD-студии и я, автор этого урока Татьяна Чернова, хочу рассказать и показать, как создать вот такой несложный калаш, используя цифровые наборы по скраб-букингу. Что такое скраб-наборы, для чего они нужны, как их правильно применять, где брать, обо всем этом можно посмотреть в уроке Марины Улановой. В работе использовались элементы из следующих скраб-наборов, а также изображения ребенка и текстуры. Создаю новый документ в фотошопе и начинаю работу. Вначале делаю дальний план. Добавляю готовую фоновую картинку на мой документ. Трансформирую и растягиваю. Еще один фон. Отсюда я возьму небо и кусочек земли с травой. Также определяю ему положение, трансформирую, добавляю белую маску и обычной кругло-мягкой кистью с небольшим нажимом вскрываю, чтобы проявить низлежайший слой. Элемент забор. Отражаю горизонтально, трансформирую, располагаю на моем коллаже. Затем немного понижаю непрозрачность. Этим способом злоупотреблять не стоит, но если фон позади однородный, то снижая непрозрачность объекта, можно добиться эффекта воздушной перспективы. Главное, чтобы через объект не было видно других предметов. Копирую забор, тащу в другую часть коллажа. Накидываю облака, тучку, солнышко на задний план. Так как все эти элементы в формате ПНГ, то есть уже обтравленные, без рефлексов старого фона, это существенно упрощает и убыстряет работу. Если необходимо, понижаю непрозрачность слоя, протираю по маскам ненужные части. Элемент цветы. Полупрозрачные, как будто в легкой дымке. Они прекрасно впишутся в мой скраповый ландшафт. Элемент с почвой. Еще один с цветочками. Велосипед около забора. Здесь немного провела цветокоррекцию при помощи кривых. Затемнила и добавила желтых и красных оттенков. Лейка на веревочке. По идее, тут еще нужна от нее падающая тень на велосипед. Но она будет в данном случае такой незаметной, что и решила не добавлять ее. Ветки желтыми цветами. Помещаю в левый верхний угол работы. Хочу сказать, что хоть калаш и скраповый рисованный, не претендующий на абсолютную правильность, правила коллажирования все же лучше соблюдать. То есть стараться правильно располагать предметы по перспективе, по освещению. Световые схемы у объектов с фоном должны совпадать, хотя бы у основных, самых крупных объектов. Здесь ведро пришлось отображать горизонтально, так как одна сторона у него явно в тени, а вторая на свету. В моем коллаже основной источник света это солнце, располагается справа сверху, поэтому буду пытаться располагать объекты коллажа в соответствии. Забегая наперед, скажу, что это удалось мне не со всеми объектами, но в скрапах это не критично. Ведро располагаю на заборе и уберу ненужную его часть. Здесь нужна будет тень от ведра на заборе. Без тени оно кажется совершенно не вписанным и зависшим в воздухе. Падающие тени я почти всегда рисую на новых слоях в режиме умножения. Иногда можно сделать тень через стиль слоя. Цвет тени ни в коем случае не должен быть черным. Пипеткой беру пробу с близлежащих к объекту теневых участках. Делаю цвет немного светлее или темнее и рисую приблизительно. Затемняю пространство под ведром. Размываю по гауссу, снижаю непрозрачность слоя. Объединяю все слои в группу для удобства. Также создам дополнительные группы, куда буду размещать ребенка и передние планы. Элементы пруда. Уже почти готовые, с водой и травой. Размещаю, трансформирую, соединяю два элемента в один, убирая по маскам лишнее. Новый слой. Режим цветность. Разукрашу воду в голубой цвет. Следом идет еще один пустой слой, но уже в режиме мягкий свет. На нем немного прорисую объема в воде. Кистью светло-голубого цвета прорисую серединку, а темно-синего, почти черного, по краям, придавая объема. Элемент утенок. В скраб-наборе уже есть, с готовыми тенями. Правда, тени ужасного серого цвета. Но не беда, закрасим. Размещаю на пруду. Тут же новый слой поверх в режиме цветность. На нем закрашу серые тени голубым цветом. Несколько элементов с водными лилиями, также уже с тенями, располагаю на пруду и аккуратно закрашу некрасивые серые тени голубым цветом. Колонка сольющейся водой. Под ней нужно обозначить падающую тень. Новый слой, режим умножения и нарисую приблизительно падающую тень. Также затем на этом слое затемлю под прудом. Каждый объект будет обязательно иметь свою падающую тень. И вода не исключение. Элемент стоящий утенок. Здесь тень можно сделать немного реалистичней. Для этого я копирую слой с утенком. Встаю на низлежащий оригинальный слой. Перевожу его в режим умножения. Навожу мышкой на слой. Делаю щелчок левой кнопкой мышки и одновременно нажимаю клавишу Ctrl. Создается выделение только этого слоя. Делаю заливку выделенного слоя. Для этого нужно выбрать нужный основной цвет. В моем случае уже стоит нужный цвет тени и нажать одновременно Alt плюс Backspace. Выделение зальется нужным цветом. Отображаю слой по вертикали. Снимаю выделение и тащу получившуюся тень вниз к основанию лапок утенка. У меня тень получилась излишне плотной, с острыми рваными краями и расположена она прямо под утенком. Нужно трансформировать тень, смягчить ее. Здесь поможет такой инструмент трансформации, как искажение. Цепляю мышкой его грань и искажаю тень. Конечно же, все очень приблизительно, придавая небольшой наклон влево. Также доработаю тень деформацией. Меня немного не устраивает цвет тени, поэтому я опять создаю выделение слоя. Беру пипеткой пробу с поверхности и заливаю другим цветом. Она становится немного теплее и доработаю цветовым балансом. Размою по гауссу. Понижу непрозрачность и по маске подотру нижний ее край, как бы истончая его. Чтобы тень никуда не убежала от утенка, можно связать оба этих слоя. Элемент цыпленок. Провожу необходимые коррекции. Также добавляю тень, аналогично тому, как поступала с утенком. Тени тут все же довольно приблизительные. А вообще, падающие тени от объектов – это очень важная и довольно сложная тема. В коллажах, если требуется максимальная реалистичность при вписании объектов в новую для них окружающую среду, таких манипуляций мало. Тени бывают разные и напрямую зависят от источника освещения, его расположения и интенсивности. Бывает, что этих источников несколько. Это тоже необходимо учитывать. Поэтому будьте внимательны в своих работах и добавляйте тени в соответствии. Элемент камень. Также рисую тень под ним. Элемент цветы. Тащу в нижнюю правую часть коллажа и делаю необходимые цветокоррекции. Элемент бабочки. Наверх. Пускай летают в небе. Также необходимо обозначить тени под забором и велосипедом. Дорисовываю тени и передние планы готовы. Сейчас самое время поместить на мой коллаж главного героя, маленькую девочку. Нужно сделать небольшую ретушь и немного вписать ее в работу. В начале идет конвертация в камеру RAW. В ней я вытянула тени, увела в минус цвета, повысила красочность. Убрала немного шума. Во вкладке HSL я поработаю с тоном кожи. Я не хочу долго возиться с ретушью, да это здесь и не требуется. Поэтому использую плагин Portrait Tour для смягчения кожи, плюс резкость поверх через синий канал. Далее идут коррекция тона кожи. Я хочу убрать излишний пурпур и фиолетовые тона на коже ребенка. Сделать ее более теплой и оранжевой. Сделать ее более теплой. Ну и как всегда не удержалась и немного прорисовала светотени на ребенке. Вставляю готовое отретушированное изображение с девочкой в мой калаш. Делаю копию слоя. И теперь нужно обтравить изображение. Использую выделение и маска. С очень удобной функцией выделить предмет. В моем случае девочка выделилась хорошо, но в любом случае нужно будет подработать края. Провожу необходимые цветокоррекции девочки. Немного притемняю и правлю тон кожи. Она должна быть теплой, не слишком контрастной, не иметь риских теней и бликов. Исходник сам по себе хороший, но нужно немного подкорректировать его. Я немного впишу девочку дополнительно по рефлексам, чтобы она не казалась чужеродным элементом в коллаже. Для этого создаю новый пустой слой, перевяжу его в режим цветность. Беру пробу с фона и мягкой полупрозрачной кисточкой осторожно рисую желто-зеленые рефлексы на девочке. Увлекаться этим не стоит. В данном случае рефлекс будет легким, почти незаметным. И пусть у нас нету задачи вписать все максимально реалистично, все же немного отрисовать ребенка по рефлексам нужно. Еще чуть-чуть доджберна, но уже по кривым. Этот этап можно и пропустить, но я люблю отрисовку и детализацию, поэтому здесь тоже немного порисую. И, наконец, прорисую немного волос по контуру круглой полужесткой кистью со включенной динамикой формы. Остались последние, финальные штрихи. Немного контраста на всю картинку. Через корректирующий слой, цветовой тон, насыщенность. Тонирую в теплый, перевожу в режим мягкий свет, снижаю непрозрачность. Делаю общий композитный слой, иду в камера RAW, подтяну еще немного цвета. Добиваю цвет при помощи корректирующих слоев. Я хочу сгладить картинку, сделать ее более художественной. Для этого я применю фильтр масляная краска с такими настройками. Так как эффект на выходе получается несколько чрезмерным, я понижу непрозрачность слоя. Можно еще поверх накинуть текстуру холста. В зависимости от исходника, накладывать следует в разных режимах. В моем случае текстура в мягком свете. Снизила непрозрачность и убрала помазки с ребенка и в некоторых других местах. По окончанию работы картинка делается более резкой. И по желанию можно добавить немного шума для небольшой зернистости. Скраб-калаш «Весенний день» готов. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok